поехал в лон мади купил масло коробку вот такой вот 10 литров и фильтр вот всего к платье масло чистое вообще прозрачная не воняет все лето она отработала это масло тысячи часов то есть ну я-то в основном на месте копал я никуда не ездил перегонов очень мало ну надо заменить масло масло взял в лома дигра оригинальная не будут 10 литров взял должно хватить сейчас буду сливать в тару в эту в чистую ну чтобы убедиться что сейчас там ничего нет внутри все чисто будет что на магните здесь все что есть на магните я думаю это херня может конечно ничего нету и сетку поменяю потому что я тогда запаял же и поставил старую мне пришла новая правда не знаю ее качество чуть турбина закапала турбину стал оригинальную три года назад какие-то месячные месячные у нее у турбины капли висят хер знает чё на что такое вот эта сетка не знаю ставить поставить поставить старую ладно сейчас снимем посмотрим так вот это оригинальная ведь какая мелкая сетка здесь какая сетка труба внутренняя здесь больше дырки в оригинале меньше но по идее через эту быстрее проходит масло правильно через эту медленнее по идее но здесь их много а здесь шаг другой сетка вот это мельче по моему мне кажется поставлю назад оригинальный вот я и запаял тогда все нормально до сих пор все держится это один чек писал культ и запаял на блану выкупить вот новая не оригинальная вот такая вот да она тоже будет работать но если ты все ты ничего не распаялась все в порядке оставлю я ее назад вот слил я вот и вот чистое масло без запаха даже 7 по полтора литра если 6 полтора и одну литр 100 сейчас столько же залью и пробойнички помоечек с металлолома не пригодились вот тогда насобирал пробойничков прокладку делал пробил пробойничками до вчера вот такие ключики купил помойки фрезы там купил метчик короче так всякая говно набрал и крышку на яму 400 рублей отдал и один разводной ключ большой такой нет такой нитчик фрезы думаю 400 рублей это херня полно логично пригодятся обидно что когда умру все это . на металлолом сдаст нахуй все и ничего не будет им же только наживу дай маслица мимо ведра потекло на кафелька хорошо раз все все чисто кафель тема да то что там бетон просто так вот папа тряпочку в печку и все будет хорошо как ваня говорит 403 10 все будет хорошо заливаю вот так коробку масла это масло трансмиссионное в таких штуках продается все стоит четко вы почти литр 1 воронка решил еще переднюю мосту масло поменять и вот такое оно не так не вонючее они что-то какие-то какие-то вроде так нормальные но не знаю блески есть нету вроде бы чистая 32 головка здесь у меня подошла и сюда и сюда здесь сука породи макринт при избе пробки макринт что-то не так было до завтра посмотрю чем будет все по полтора литра залил и короче блять залил 10 канистры этого которого взял вон мади и блять долбоёб перепутал масло канистры было гидравлическая вот в этой я его залил в коробку вот стоит еще масло написано кпп gcp я помню что я покупал ну в такую сверху стерлась надпись сейчас смотрю тут написано лето гидро и оно еще к тому же бушное а вот новое не чтоб понюхать я блять залил туху и тух не знаю что делать где-то залил 3 3 300 или 3 3 ну короче 3 800 где-то 3 500 может быть так сейчас скажу не не 3 3 литра ровно залил гидра не знаю лучше нахуй не экспериментировать слить и залить поехать завтра купить еще масло и слить а куда коробочное масло еще хрен знает даже не знаю куда оно еще идет гидра дыку коробочное хуй его знает в мост не знаю ничего стали говорить что в ломаде в коробку типа свое масло заливается в мосты свое я тогда покупал лукмана одинаковое масло якобы еще щек я нихуя понять не могу одинаково не одинаково короче сейчас моста слил с переднего до завтра сделаю паузу и так то чисто на магните ничего не было вообще пробочками беру упадет он стравит сзади за ночь завтра займусь этим вопросом поеду опять за маслом ну или еще чего-нибудь кто чё скажет то как гидравлическая даба заливали в коробку ничего все нормально так то в принципе король масло стоит там ну сколько 3500 3800 на хруч купить нового масла и все правильно можно его использовать куда потом в гидравлику или или в мосты это масло коробочное хрен знает завтра короче узнаем позвоню вон надеюсь прошу чё там как потому что я знаю что лёха 60 рус он вообще красное заливает масло сюда почему он трясу что на красный заливать потом другой подписчик мне звонил сказал что он тоже красное масло заливает фиг знает как так чё за красное масло ничего не понятно какое-то типа как автоматовская дикстрон ну как так то здесь вот вам один не продали но же не это не какой-то не дикстрон не понимаю вообще что короче оставлю пока до завтра паузу у меня есть передний мост масла я брал такой же как я задний заливал но она якобы в коробку такой же льется в актерос мне сказали а в лон мади говорят ни хера ну как то вот так короче короче спешка не чтоб понюхать был уверен что здесь я то ездил в лон мади покупал в такую в эту канистру масло ну видать ну видать потом я ее его залил и блин перелил в эту канистру ну короче лошара лоханулся и не то масло залил а сейчас нюхаю ну блин как это гидроекта вот слабо видно ну вид к тому же ну бушная похоже или это дно грязное как то вот так вот короче сливаю масло которое вчера намешал блять с гидравлическим олень и заодно пробка посмотрел в под пробки течет кто-то пробку до меня обрезал грани чтобы ну под ключи да не под головку под ключ и как бы шайбочка здесь стоит и она уже ни хера не держала то есть мокрила не текло но мокрота была я уже заметил вот сейчас солью масло в лон мади купил опять новое масло а в диффер сюда буду заливать трансмиссионное позвонил я Сергею Зеленкевичу привет тебе еще раз и залью туда масло трансмиссионное у меня есть мобил 8590 у меня есть и есть другое еще какое то посмотрю сейчас какое либо то либо то буду заливать вот у меня мобил мобилюбы есть 80В90 и еще какой то есть трансмиссия у меня где то была вот у меня еще трансмиссия есть вот такая рольф либо то буду заливать либо это буду заливать и еще надо в передних бортовых поменять масло слил масло не такое грязное в мосту на магните ничего не было там вообще понты были ну и видно что какие то разводы есть серебряночка какая то ну в принципе он уже нужно работать всегда какой то процент это выделяется по идее так а так что да вот сейчас коробочное это масло куда его выкинуть только и пиздец я не знаю куда его можно использовать там 10 коробочного и два с половиной три литра гидравлики летний ну не знаю уже никуда наверное в печку или в камаз в гидроподъемник ну камаз у меня есть но он не работает и мне нахрен не нужен хотя там течет масло я знаю точно с цилиндра наверное как у всех камазов туда бы оно как раз пошло бы а так я думаю что в бортовые не знаю может его в бортовые залить сейчас подумаю еще может бортовые его пущу в принципе почему бы и нет может быть и нормально было бы с такой проблемой что гайка закручивается и здесь не зажимая шайбу потому что резьба в коробке кончается сейчас обточил по кругу пробку сделал тоньше чтобы сильнее зажималась то есть здесь нужна определенная толщина шайба родная которая стояла была толстая остальные все тонкие поэтому отточил одну нитку убрал теперь все будет зажимать кто-то вот ее видите обрезал под ключ делал минус восемнадцать ноль часов одиннадцать минут все закончили с маслом играться в гараже там баннеры на стены натянули я баннеры покупаю три на шесть по восемьсот рублей вот и баннер самое хорошо стены зашиваешь баннером во-первых он тепло держит не уходит тепло к соседям а второе стены белые и не видно ничего у меня там от пенопласта стыки пены запенены а баннер повесил как шторм и стена чистая и светится и тепло запах какое-то время есть но потом он улетучится запах баннера очень удобно то есть я вот сделал в том боксе так вот испачкались баннеры ну можешь даже вообще их просто тупо новые повесить ну белым наружу картинка и вовнутрь чтобы она не надоедала эта картинка там шоколадки или что-то белым снаружи повесил и все и вообще все отлично всего хорошего кто болеет выздоравливает пускай кто не болеет пускай вообще никогда не болеет удачи до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч 22